В первой части этого курса мы узнали, как подключиться к порту, который даст нам доступ к шелу, используя NetCAD. И, как я сказал, это самая простая задача из всех, что может нам встретиться. В этом разделе мы углубимся в тему получения доступа к шелу. И давайте снова рассмотрим NetCAD. В этом примере я буду использовать NetCAD, чтобы продемонстрировать, как подключиться к любому порту. Например, сейчас я пишу NetCAD, IP-адрес и подключаюсь к 80-му порту, на котором, как мы уже знаем, находится веб-сайт. И теперь, когда мы подключены, мне нужно начать использовать HTTP-команды. И я буду общаться с сервером через 80-й порт, используя HTTP-команды. Одна из самых распространенных HTTP-команд – это команда GET. HTTP-команды также известны под именем HTTP-VERBS. Что делает команда GET? Как следует из названия, с помощью нее можно взять или получить веб-сайт. И сейчас я говорю NetCAD выполнить команду GET. Ставлю прямой слэш, что означает корневую страницу, или root-страницу, используя протокол HTTP-версия 1.1. Жму Enter дважды. И, как видите, я получил следующий текст. По сути, это содержимое целевого веб-сайта. Другими словами, используя NetCAD и командную строку, я смог пообщаться с HTTP-сервером и попросил его отправить мне веб-сайт. Окей, круто. Но как это может мне помочь при взломе? Давайте очистим экран и перейдем в DVWA. Это сокращение от Damn Vulnerable Web Application. Чертовски уязвимое веб-приложение. Я надеюсь, что к этому моменту вы уже знаете логин и пароль. Если нет, то они внизу страницы. Я использую их для авторизации. И в первую очередь, я хочу уделить внимание изменению уровня безопасности DVWA. Как следует из названия, это очень уязвимое веб-приложение. И оно используется для того, чтобы учиться взламывать сайты. Мы не будем сильно концентрироваться на веб-взломе, потому что этот курс посвящен взлому через сеть. Но я все равно хочу показать вам несколько примеров взлома веб-сайтов. Подробнее про взлом веб-сайтов вы можете узнать в курсе про OWASP и в других курсах по взлому веб-сайтов. И сейчас я хочу показать вам парочку способов взлома веб-сайтов, которые я обычно использую. Во-первых, я изменю уровень безопасности с high на low, что более чем достаточно для целей нашего видео. Далее я перехожу в раздел Upload, и здесь мы видим функционал загрузки. И давайте я объясню, что это. Многие сайты позволяют загружать картинки, документы, видео и так далее. Например, если вы ищете работу, то есть огромный шанс того, что на сайте работодателя будет функция отправки резюме. В то же время, подробный функционал может быть уязвим и будет позволять загружать что угодно. Вместо того, чтобы контролировать, что вы загружаете, например, в случае с резюме, вместо того, чтобы ограничить тип файла документом или PDF-файлом, форма может быть плохо сделана, что позволит вам загружать все что угодно, включая вредоносные файлы, скрипты и так далее. И именно такой случай рассматривается функцией загрузки в DVWA. Что я сейчас сделаю? Я протестирую DVWA на эту уязвимость. Я проверю, смогу ли я загрузить все что угодно. Я попытаюсь сделать следующее. Я попробую загрузить PHP Shell. Я покажу вам, что это такое. И давайте запустим nano и создадим файл под названием shell.php. Я вставлю сюда вот этот код. Это, по сути, PHP скрипт, при взаимодействии с которым я смогу запускать команды в операционной системе. Другими словами, если у меня успешно получится запустить этот скрипт и получить к нему доступ, у меня появится возможность через этот скрипт запускать команды в операционной системе и взаимодействовать с операционной системой цели. Давайте детально рассмотрим, что делает эта команда. Как видите, здесь написано shell.exec. Это функция PHP, которая позволяет использовать shell команды. Другими словами, дает доступ к shell Linux. И дальше параметр get. Что он делает? Я буду отправлять команды через HTTP get запрос. Вы это уже видели при использовании netcat. Ну и в конце концов, я использую переменную cmd, которую через секунду мы увидим в URL. И давайте сохраним файл и продолжим. Теперь давайте загрузим файл shell.php. Надеюсь, нам удастся загрузить его на сервер. Открываем папку, в которой находится наш файл. Выбираю его. Жму загрузить. Похоже, что все работает. И как видите, это очень важный шаг, когда вы занимаетесь тестированием на проникновение. При этом вам нужно всегда знать, куда именно будет загружен файл. Так как этот веб-сайт специально разработан для практики, нам показывают, куда был загружен файл. Обычно файлы загружаются в папку upload. Давайте перейдем по этому адресу и попытаемся запустить наш PHP скрипт. Открываю его. И похоже, что не получаю ничего в ответ. И это хорошие новости, потому что обычно, если файла не существует, я получаю ошибку, которая будет гласить, что файла не существует. Но так как я не встретил этой ошибки, это значит, что файл существует. Теперь мне нужно запустить команды через скрипт. И в этой ситуации довольно удобно использовать параметр CMD. Помните, при создании скрипта мы создали параметр CMD. И я скажу моему скрипту, запусти параметр CMD с командой ls. Готово. Мы получаем текст с содержимым директории. Отлично. Теперь мы можем запускать команды. Мы можем запускать команды в Linux-системе, на которой запущен этот веб-сервер. И давайте посмотрим, насколько далеко я смогу зайти.